Здравствуйте всем, привет всем, ребята, дамы и господа. Всем хорошего настроения, балдежного времяпопровождения. Это лучший сервер в России, Last House Revolution Classy. И сегодня я пробую одолевать полководец мертвых. Да, точнее, я уже много раз его пробовал. Многие говорят, если вы рыцарь-хромовник, рыцарь со щитом, то вы не можете ходить на боссов. Это говорили мне многие. Но, ребятки, если вы даже рыцарь-хромовник, то вы можете сделать систему гайд развития, по которому вы сможете ходить на боссов. И это факт. И этот гайд знаю только-только-только я. Из всей игры Last House Revolution Classy только я знаю гайд, по которому вы можете побеждать боссов. Потому что я не нашел ни одного человека, который хромовник за щитом, кто может побеждать боссов. Или долго пинать. Но есть системы, которые дадут и быстрее пинать босса, и вообще его одолевать, и без проблем ходить на босса. Эти гайды я в скором времени покажу. Пока мы все полководцы мертвых пинаем. У вас два щита. Это ваша главная суперсила. Что нужно сделать с двумя щитами? Сделать, чтобы они быстрее, чтобы два щита у вас быстрее откатывались. Это сделать максимальный откат надо. Это все знают. Максимальный откат надо сделать. У меня шлем. Смотрите, седьмого уровня восстановления у меня не 40%. А в пухе у меня 10%. Это уже 40, 10, 50. Вот. А два щита восстанавливаются на 50% быстрее. Это просто топ для этого. Вот. И получается, мне один парень тут, короче, весной говорил, когда я начинал играть хромовником. Говорит, типа, хромовником ты не сможешь играть, ты по боссам ходить не сможешь. Но я каждый день по боссам хожу. И крой-то каждый день почти пинаю. И вот этого полководца мертвых. И драконов бью. И как бы ни долго, ни тяжело. Почему? Потому что я развил крит и смертельный удар. Смотрите. Смертельный удар. Без всяких зелий. Видите? У меня именно на ловкость, на крит нет. 1001 смертельный. 1311 крит. Вот это ваша фишка. Вы можете в силу кидать сколько угодно. Но это толку не даст. Вы можете увеличивать атаку сколько угодно. Но это вам не даст преимущества пинать боссов. Просто смотрите, ребятки. Развивайте крит, чтобы он у вас постоянный крит был. Развивайте, чтобы и смертельный часто был. И крит, и смертельный. Это ваше преимущество у рыцаря хромовника. Это ваше преимущество. Вот вы можете кидать сколько угодно в силу статов. Камни на силу ставить. Вы можете обвешаться силовыми камнями. Вы можете бежу на силу ставить. Вы можете все ставить, но вы не сможете столько прокачать атаки, как крита. Вы просто крита бьете. А крита-то намного больше, чем вы обвешаетесь атакой. Но это реально хромовник, это работает. Вот это единственный гайд. Криты смертельные. Вам надо для начала 1300 крита и 1000 смертельного сделать. Ну точнее уж, чтобы было у вас на 77 уровне. И вы все критовичок, и вы бьете этих. Кстати, у меня на крит стоит только, смотрите, изумруд один. И здесь изумруд. У меня два изумруда. Нет, или три изумруда. И все. Изумруд хромовнику дает крит и смертельный. Но если вы все статы до единого кинете в ловкость, все, вот не жалею ни одного стата, все кидайте, это вам поможет. То у вас изумруды будут давать больше ловкости, кажется, атак. Вот так что, ребятки, единственный гайд пинать боссов, не замечать тяжести в пинании мобов. Это крит и смертельный. Вот и все. Вот и все. А чтобы мобы вас не пинали, хоть сколько защиты провешайте, это толку не надо. Делайте уклон. У меня вот уклона, ну, без всего у меня две семнадцать. Ну, это что-то какой-то баф дает, короче. А так у меня две семнадцать здесь и две семнадцать здесь. Вот прям ровно две семнадцать здесь. Вот вы не смотрите, это что-то мне дало. И две семнадцать здесь. Все. Душку догоняете по уклону. Потому что есть боссы, которым у вас три или четыре тысячи защиты от магии будет. Пофигу, ничего не даст. А защиты от физики сколько тысяч? Хоть десять тысяч толку не даст. Есть боссы, которые с любой защитой от магии, с любой защитой от физ атак, ну, просто пнут вас легко. Потому что они будут в вас постоянно попадать. А уклон даст. Ну, вы хромовник, у вас и так защиты немало. Но, ребятки, ну, поймите. Выкрыть за их хромовник. Ну, бафнулись, бафнулись вот этим тем. Ну, смотрите. У меня защита от магии две двести восемнадцать. Крылья хорошие. И здесь две девять восемь девятьсот. Вот. Ну, что? И так хватает. Короче, так. Меткость надо, чтобы не промазывать. Ну, меткости тысяча тридцать два. Ну, тысячу прокачивайте, и вам... Нам оба хватит. Почему для кача нужна меткость? Потому что боссы... Во-первых, есть боссы, которые снижают меткость. Баф у них такой, вот стан, стан такой. Раз, и снижают меткость. И вы вообще почти не попадаете. Один раз за два-три раза попадаете. Но, когда вы бьете критом, вам надо не давать снижать ОЗ. Ну, точнее, не давать восстанавливать ОЗ боссу. Чтобы не давать восстанавливать ОЗ боссу, надо использовать щиты. Щиты. Первый, второй, первый, второй. Чтобы использовать щиты правильно, нужно их прокачать по восстановлению. Максимальное восстановление. В шлем седьмой камень обязательно. Пуха на откат обязательно. Но у меня и на скорость она... Ягуар обязательно. Потому что у вас... Да, вы прокачаете крит, все прокачаете. Но атака все равно нужна будет маленько. Маленько атака нужна. У меня, видите, в щите атака не стоит. У меня в шлеме стоит атака 40. Здесь у меня атака вообще не стоит. Здесь у меня тоже 40. Ну, маленько стоит, маленько не стоит. Ну, по атаке. Так что, ребятки, сейчас вам еще одну тему покажу. Короче, это видео будет подольше. Есть тут босс, которого не могут слить многие даже королевские рыцари. Он сложный для них. Ну, колдуны его легко льют. Это понятно. Колдуны, их скорость атаки топ. Вообще классно. Есть, короче, здесь босс, которого я тяжело удаливаю. Ну-ка, он здесь. Нету его здесь пока. Это лич. Лич, 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 лич. Так, я знал, что лича здесь не будет. О! Это что-то новенькое. Лич как быстро появился. Тут надо подготавливаться, ребятки, чтобы лича пнуть. А сейчас будет жестко. 50 на 50, что я его смогу победить, ребятки. Здесь надо и баф вот этот от гильдии, и все. Тут надо, короче, просто жесть. Тут, короче, надо постоянно сидеть на щитах. Но лича я смогу одолеть. Я его уже одолевал. Для меня это не проблема. Но тут надо вот такие баночки. Смотрите. Так, щит кончился. Еще щит накидаю. Лич. Ну, наверное, лич, король личий. Король личий. Ну, кстати, я вам гарантирую, нужно обязательно жажду напивать. Ну, вы тут ее легко напьете. В принципе, тут не проблема. О, подождите. Сейчас я кину, короче, щит. Сейчас кину щит на него. И я пивну, короче, ребятки. За щиту от магии и от физики. Так. Вот это у меня закончилось. Лучше тут 12-го уровня минеральчик еще бахнуть. Так, щит не прошел. Это капец. Фу, хорошо. Вы хромовник. Это ваша сила. Это ваша сила. Вы хромовник. Вы хромовник. Это ваша сила. Так. Это уже выпито. Так, подождите. Ну, нет у меня зелий тех. Блин, нету зелий тех. У меня у вас, тем более, еще сколько. Так. Ваша сила это щит. Если щит не проходит, вам капец. Будем надеяться, что будет не пипец. У меня, короче, не прошел ни первый, ни второй щит. Но у меня восстановление умений еще классное. Все, щит прошел. Потому что у меня восстановление умений 50. Ну, шлем 10. И меч. Пока мисси у вас вторая жажда. Вы как можно больше пинаете его. Пока вторая жажда. Ну, еще и леденцы помогают чуть-чуть. Еще и вот это. Я, наверное, сейчас проиграю. Ну, конечно, лекарство пивну. Я чуть не проиграл. Ну, я почти без лекарства смог одолеть. Чуть-чуть оставалось. Пришлось пивнуть. Просто под конец. Вы видели, наверное. Я королю Ильичи не проиграю. Вы меня не заставите королю Ильичи проиграть. Не успел троф выпить. А, кстати, даже без трофа на одном свитке удачи я выбил лунный камень хаоса. Блин, дай мне лунный камень хаоса. А если бы троф выпил, был бы ну просто топ. Не успел я троф выпить. Будем, короче, на скитальцах троф. Так, жалко, я трофей не выпил. Но мне этот камушек-то выпал. Это уже топ. Походить на них надо. У них пятые уровни падают камней. Конечно, тяжеловато. О, лунный жетон. Ну, так, ребятки, если вы рыцарь-хармонник, я могу гайтики вам понакидывать. Я могу вам сказать, как сделать, чтобы вы высмотрели босса в пинать, чтобы вам не скучно и не грустно было играть рыцарем-хармонником. Потому что все говорят, что рыцарь-хармонник только для осады, рыцарь-хармонник только для пвп. Он почти не игровой персонаж. Ну, нет. Вы можете жрицу-лекаре сделать, что она будет босса в пинать. По теории 90% получится, что если по моему гайду прокачать жрицу, ну, там надо будет чуть по-другому. Там надо будет атаку. 40 атаку. Фактическую 40 атаку. И 7% именно камни на атаку. Там надо будет и крит прокачивать. Вы же лекарь. И уклон по полной. В шлем уклон. Камень хаоса в три бежи. Камень хаоса в шлем, в поножи, в сапоги. Камень хаоса везде. Везде, куда возможно. Самый максимальный на уклон камень хаоса. И вы жрицей будете. Ну, просто то. Потому что, смотрите. Жрицей, хоть сколько УЗ будет, вам не поможет УЗ. Они будут слетать только так. Только уклон поможет вам. Атаку надо. Крит надо. Ну, и меткости маленько. На меткость не парьтесь. Короче, сильно на меткость. Ну, так, пару ко мне поставьте хороших на меткость. Вот и все. Пуху возьмите, чтобы на метку прокачайте. Ну, для жрицы нужны тоже кольца наемника. Три штуки. И самое главное. Кольца наемника прокачайте. Как можно больше на метку. Как можно больше на атаку. И крит смертельный. И вы будете просто супер мощная жрица атаки. Вы будете критовик жрица. Вы будете мега жрица. Которая будет боссов пинать в легкую. В одного. Да, 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 да. Если я бы играл жрица лекарем. Я был бы боевой жрицей лекарем. И реально. Без приколов и угаров. Я могу сделать жрицу лекаря боевого. Которая будет месить боссов в одного. Я меткость чуть-чуть добавлю, конечно. Чтобы попадать. Я уклон сделаю. Чтобы в нее будут тяжело попадать. Я сделаю. Ну. Крамушка 2. Защита от магии. Ты или вообще у нее хватит защиты от магии. И вообще камни защиты от магии. Наверное не нужны. Уклон по полной. От магии. В ближнем бою. Короче. Эта система как рыцарем храмовником побеждать боссов в легкую. Беспариво. Как жрица лекаря можно беспариво боссов пинать в одного и не скучно играть. Короче. Можно хоть что делать. Да и на осаде вы будете не просто лечить. А вы еще можете кого-то пнуть реально на осаде. Вот. Ну. В лучшем случае вам переодевать нужно будет вещи. Но я не переодеваю. Для осады и для качи одна вещь. Все. Всем пока ребятки. Это я Руслан Етельман. Блогер Хакаси. Всем пока.